Вопрос развития овцеводства в регионе обсуждали на выездном семинаре в Жанаркинском районе. В рамках встречи была организована также выставка продукции и техники местных крестьянских хозяйств. О перспективах развития овцеводства в регионе Антон Александров. Дегереские овцы считаются лучшими среди курдючных пород в мировом овцеводстве. К тому же они продуцируют два вида самой дефицитной шерсти, имеющей большой спрос на рынки. В селе Тугискен Жанаркинского района представили овец и косы, которых выращивают в нашем регионе. Специальную выставку организовали по случаю семинара, где обсуждали, как увеличить поголовье мелкого рогатого скота. Для увеличения поголовья овец и кос нам необходимо использовать частное подворье. Там сегодня имеется 493 тысячи голов. Это 35% от всего количества в области. Сегодня каждый сельчанин имеет по 20-30 голов овец. Мы должны объединиться и обмениваться опытом для развития этого направления животноводства. Эта встреча собрала видных ученых, фермеров, чиновников и руководителей крупных крестьянских хозяйств. Обсуждали вопросы отрасли и механизмы государственной поддержки. Сегодня в республике насчитывается примерно 16 миллионов баранов и кос. Например, последние 30 лет численный союз мира сократился на 14%, производство шерсти сократилось на 35%, а производство баранины, наоборот, увеличилось до 2,5 миллиона тонн. Мира сейчас не хватает мяса. Из всех видов продукции самым напряженным недостающим мясо считается. Сейчас большая часть выращиваемой баранины экспортируются, говорят чиновники. Животноводством в основном занимаются в Актагайском, Каркаролинском, Жанаркинском, Улытауском и Шетском районах. Общее количество баранов и кос в Карагандинской области составляет примерно 1,3 миллиона долларов. В целом, сохранение маточного поголовья. Это касается субсидирования развития инфраструктуры. Пастбищ, то есть государство сегодня субсидирует до 80% затрат на строительство колодцев и скважин на отгонах пастбища, а также субсидирует затраты фермеров на покупку вагонов, юрт. Эффективность использования пастбищных угодий, увеличение поголовья и экспортного потенциала были основными вопросами, что разбирались на семинаре в селе Тугискен. Говорили о проблемах искусственного осеменения мелкого рогатого скота, избытия овечьей шерсти и шкуры. По итогам встречи заместитель Акима области Серик Шайдаров дал ряд поручений Акимам районов.